Всем привет, наши хорошие подписчики и гости канала. И сегодня я опять ностальгирую, опять я возвращаюсь в прошлое. И знаете как, ну, душа открывается, и хочется с вами поговорить на эту тему, на тему женской судьбы. Ребятки, вы знаете, когда я была маленьким ребенком, когда я была еще, ну, совсем девочкой, я хотела скорее стать взрослой. Наверное, это пережили все, правда? Думаю, боже мой, это школа, вот это все, как оно не хочется вставать, кому-то быть обязанным, какие-то знания проверяют, хочется, не хочется, надо делать. Думаю, боже, неужели будет такая вся жизнь, вот такая вот, знаете, ущербная. Вот, когда я стала взрослой, понятие, понятное дело, поменялись, все изменилось, уже ответственность за другое, за детей. И вот сейчас вспоминаю, как все быстро промигнуло, пролетело, про, ну, просто как, я не знаю, в Вене, как ветром. Только что Юлечка вроде как маленькая ходила по дорожке, и я думала, боже, кто из нее вырастет, кем она будет, каким она будет человеком, кто с ней будет дружить, как я буду, как она будет. Короче, да, потом родилась Женечка, все совсем по-другому, уже Юлечка на подмоге, уже Юля что-то там и по кухне со мной, и по кубке со мной, уже взрослела, взрослела, взрослела. Полька появилась в то вообще уже совсем другой период жизни, после Леночки. Леночка-то, понятно, она росла, еще были мама и папа живы, как-то оно, знаете, все каким-то большим таким, я не знаю, таким добрым, хорошим букетом оно все цвело, цвело, цвело. Проблемы я опускаю просто, вот радость за детей, радость за внуков, ну настолько все быстро, ребят, я просто поражаюсь, вот завтра ко мне придет Леночка, она уже почти в рост меня, уже девушка, уже взрослая, уже у нее сознание такое, она уже знает, чего она в жизни хочет, у нее свои цели, свое поведение. Мы были такими, они такими, и я ими настолько любуюсь, они цветы, они цветы, каждый по-разному, кто маленькая незабудка, кто буквально такой веер какой-то цветов, кто эмоции веер, но они настолько все разные. На наших, на моих глазах только вот родилась Николька, боже, я в роддом ходила, вот она маленькая, вот она козявочка, она уже девчонка стихи читает английский, учит все, учат английский все наши дети. Вот, и Тимоха, я его в годик купала, первый раз в жизни купала мальчика Тимошку, ему был годик, и Вика просто, Вика, это у нас трое деток, у Вити, Артем, Вика, Артем, Богдан, у меня Юля, Женя, а внуки Тимофейка, Николька, Лена, Полюшка, ну и Данька, конечно же, ребят. И вот это становление, как вот оно маленькое дитя, годик ему, я его купаю и думаю, боже, как тут мыть, шо тут мыть, як його мыть, я там мыть научилась девчат, в нашем роду девчонки, первый Даня, который разрядил такую обстановку бабью. Ну, короче, ребят, кто-то написал из подписчиков, вы счастливая, у вас такая дочь Юля, ребят, я не просто счастлива, я не просто, вот сейчас, наверное, скажу, а вы скажете, зря она такое говорит. Но я считаю, что моя доля, она не прошла так гладко, вот как сейчас, как сейчас мы живем, все в мире, все в понимании, все в таком, в комплексе добра и любви. Раньше было по-другому, я не скажу, что плохо, но по-другому. Там были больше проблем, больше, ну, во-первых, детки росли, во-вторых, много смертей на мой век родных похоронить пришлось. Даже не могу перечислить, ребят, я пережила такую судьбу, ну, мои сотрудники и дети знают, тяжело мне давалось вот это становление, и мне Богом дадено вот это вот сейчас проживать так свой век, в добре, в любви, в покое, в тепле, в понимании, в взаимоподдержке. Ребятки, вы знаете, вот это женская судьба, да? Вот, казалось бы, смотришь, думаешь, боже, у нее и богатство, у нее и деньги, у нее и путешествия, у нее и все-все-все-все. А при этом раз, год, два, пять, семь, браки разваливаются, как-то вот, ну, вот так случается, да? Тут говорится так, что ты не можешь себе знать, что вот так я живу, вот сегодня лучше, и вообще вот это вот стандарт, да? Сегодня мы вот настолько живем, все может измениться в один миг, в один миг, буквально, вот я же говорю, я жила свою жизнь с мужем, много лет прожили, и в один миг раз все разрушилось, страшно, одиночество, и вот тут вот раз, Светюшка. Ребят, ну, я о том говорю, что я благодарна своим родителям, что воспитали меня так, что я воспитала своих деток так, что они у меня тоже добрые, общительные, любвеобильные, семейные. Вот есть девчонки семейные, есть несемейные, у меня двое девчат семейные, у Вити детки тоже, они все стабильные, такие семейные, все, причем все, ребятки. Вот это и есть счастье, вот и вы говорите, гульки ведете, там война идет, все понимают. Война идет и жизнь идет, непосредственно моя жизнь и Витина жизнь, и она идет уже не к 16 и 18 годам, а идет уже после того. И поэтому я настолько ею дорожу, и вот эти дни, когда к нам приходят дети, это и есть праздник, это и есть радость, это и есть, знаете как, ну, Божье помазание того, что мы рядом с детьми, а дети рядом с нами. Ведь многие люди сегодня не могут общаться со своими детьми, не могут видеть даже не то, что там по телефону и то не всегда. Но вот я считаю, что вот это счастье быть рядом с любимым человеком, а прежде всего с любимыми детьми. И они рядышком, и они нас посещают, а для этого посещения у нас, как говорится, все, что есть в холодильнике, все метется на столы. И буквально, ну вот честно, я бы, ну, все бы отдала, вот лишь бы они чаще приходили. Ребятки, я вот этого сильно всем божаю, сильно всем, ну, хочется, чтобы у всех было так. Вот, а я начала ролик именно вести, видео, влог сегодня вести с этой нотки. Видите, ушла чуть-чуть в сторону. Ну, как всегда, девчонки нестабильные вообще. Я хотела ведь вам сказать за то, что важно то, что рядом кто живет, кто живет рядом. Это Витя, он у меня спонсор энергии, подаватель хорошего настроения, зажигает меня, когда мне плохо. Он мне помогает, он меня ведет, он меня стабилизирует, ставит на место, придает своей музыкальной вот этой вот атмосферой, придает такую, знаете, жизненный огонек, что ли, не знаю. Все бывает, да, мы же не роботы. Бывает такая тоска. Витя взял гитару, все. И звук вот этой гитары, звук его, вернее, тембр его голоса, я ему не раз и не два говорила, говорю, Витя, как хорошо, что я тебя, он как-то мне рассказывал. Встретились они с ребятами со своей бригады где-то в кафе, какие-то посиделки. И он был с гитарой и пел песню Высоцкого «Кони». Кто ее знает, тот понимает, о чем речь. Но Витя ее поет. И даже, ну, многие люди говорят, царство небесное Высоцкому, конечно, это талантище каких мало. Но многие люди говорят, что если Витя захочет, то своего рода он немного меняет песню, но она у него, в его исполнении получается, куда, знаете, как камешек с такими огранками. Вот в его огранке она звучит совершенно по-другому. И она вот так вот прям бомбой душу раздирает, что, ну, нельзя терпеть и слышать. Но дело в том, что он когда-то исполнял эту песню в кафе, меня он еще не знал. И рассказывал, как люди приходили, слушали, останавливались, аплодировали, говорили много добрых слов. И я говорю, Витя, как хорошо, что меня там не было, потому что я бы начала, наверное, к тебе приставать. Ребят, ну, я не до такой степени. Ну, просто услышав такое исполнение, ну, я бы мимо не прошла. Но сами понимаете, что значит, когда женщина, как говорится, нагнетает обстановку, я не из них. Но все равно, как-то оно пришло именно на грани своей, что я его вовремя услышала, вовремя поняла, вовремя поняла, что это мой человек. И его голос, это, ну, я так думаю, маленькая такая изюминка, которую надо не каждому дано иметь такой голос, такое понимание песни, слышать песню, музыку. Он не композитор, не поэт, нет, он просто поет с душой, с хорошим голосом, с хорошим слухом, он все слышит, все это. Иногда я подсказываю, Витя, вот тут не так вот. Ну, в общем, мы опять-таки вдвоем. И, к чему я хочу сказать, вот эту песню, которую вы сейчас услышите, ребятки, я балдею, как Витя ее поет. Там он говорит, Лена, там у меня трошки была фальши. Я говорю, Витя, у тебя нет фальши. Ты сегодня ее так исполнил, завтра ты исполнишь ее еще лучше. И поэтому песня, она и есть песня, она звучит по-разному. То есть, как ты себя чувствуешь, так она и душит, звучит. Когда тебе так хорошо, она вот так. Когда тебе чуть-чуть где-то там что-то там поджимает, вот нынешнее время, вот она чуть-чуть была и зажата. Но так как он ее исполнил, я думаю, вам очень-очень понравится. Пожалуйста, послушайте, ребятки, и напишите мне, нам, нам, конечно же, нам, напишите нам ваше восприятие этой песни. Может быть, вы ее слышите по-другому, может быть, даже, кстати, работа над ошибками. Почему нет? Мы все люди. Если вы что-то там услышите не так, скажете, Витя, вот тут дело не так. Вот тут вы имеете право, мы вам подаем, вы воспринимаете, делаете работу над ошибками, а мы уже потом получаем такую консультацию и от вас какие-то венья, и думаем, да-да-да, мы тут были неправы. Так что мы люди, мы не волшебники, мы учимся, пожалуйста, подскажите, что было не так. А если понравилось, конечно же, будем рады. Все, ребятки, у меня вот так работы, я пошла работать, а вы смотрите. Подними глаза в рождественское небо, Загадай все то, о чем мечтаешь ты, Жизнь не для тебя. Я так счастлив не был, Для тебя одно. И так любишь ты Эти белые цветы. Я люблю тебя до слез, Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Лепестками белых роз Я наши ложи застелю Я люблю тебя до слез Без ума люблю Белесной твоей манящей белой кожи Красотой твоих божественных волос Восхищаюсь я Ты мне всего дороже Все у нас с тобой Все у нас с тобой Только началось Я люблю тебя до слез Я люблю тебя до слез Каждый вздох, как первый раз Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Лепестками белых роз Я наши ложи застелю Я люблю тебя до слез Без ума люблю Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Лепестками белых роз Я наши ложи застелю Я люблю тебя до слез Я люблю тебя до слез Без ума люблю Я люблю тебя до слез Без ума люблю Я люблю тебя до слез Я люблю тебя до слез